Привет! Привет! В этом видео мы поговорим про онлайн-кассы и эквайринг. Зачем вообще эти штуки нужны и как их выбрать? И начнем, пожалуй, с онлайн-касс. Потому что, когда человек говорит онлайн-касса, для разных людей это разные вещи. Да. Кто-то думает, что это прибор, который три в одном, как Head & Shoulders. Да. Что здесь можно и выбить... И голову помать. Позицию. Я, кстати, брился таким прибором. И здесь есть фискальный регистратор, который все отправит налогу. В общем, один прибор. Кто-то вот под онлайн-кассой представляет что-то такое. Онлайн-касса, это просто вот это. Да, это вот просто, по сути, фискальный регистратор. Да, с фискальным накопителем. И на него уже любой системой можно что-то делать. По сути, вот это есть вот здесь. Да. Вопрос, вот как человеку определить, вот это брать или вот это брать? Человек открывает кофей. Мне кажется, по размерам бизнеса. Угу. По желанию дальнейшего роста. Конечно, не для записи, но вот это, я говорю всегда, это носки продавать на рынке. Да. Там особо все любят кнопку свободная цена. Да. Ты набрал там, сколько носки? Сегодня 150 рублей. Она нажала 150 рублей, все, человек вышел. Ну, человек быстрый чек, еще, наверное, такие приборы ставят, когда важно его показать, если придет какая-то проверка, что у меня есть онлайн-касс, я могу все пробивать, но, по сути, я не особо ей пользуюсь. Да. Если мы рассматриваем варианты автоматизации для заведений с большим трафиком, там... Для сетей. Там нам важна скорость обслуживания. Качество работы деталей системы. Да, и поэтому мы рассматриваем варианты фискального регистратора в связке с какой-то автоматизацией. С какой-то, да, системой. Сегодня мы покажем, как работает связка на примере постера и Никита с барского плеча разыграет 3 месяца подписки на постер. Да. Вопрос, зачем вообще надо выбирать либо это, либо это. Сейчас по закону нельзя работать без фискального регистратора, поэтому каждому предпринимателю, который хочет спать спокойно, необходимо раскошелиться, купить либо это, либо это. Недостаточно просто купить эту штуку. Нужно еще вставить туда фискальный накопитель, нужно зарегистрировать это все в своем кабинете налоговой. Нужно выпустить себе электронную цифровую подпись. Ты же ИП? Да. Вот смотри, человек смотрит подробный алгоритм. Первое, что необходимо сделать, чтобы начать легально работать. Стать индивидуальным предпринимателем, получить электронную цифровую подпись, зайти на сайт налоговой, внести кучу цифр из этой штуки и из фискального накопителя, который тут внутри стоит, и потом получить из налоговой код, этот код опять внести в эту штуку, это все с помощью компьютера. И все заработает? И все заработает, да. Там сложная схема, нужно, чтобы сайт налоговый хорошо работал. Сколько по времени вот, например? По времени у нас, благодаря опыту, это занимает порядка 30-40 минут. А если человек сам хочет это сделать? В принципе, за 2 часа вы управитесь. Есть подробные инструкции, компьютер с Windows, поставить туда драйвера определенные, подключить по USB, вставить свою электронную цифровую подпись туда же, в компьютер. Все это сделать. В данном проекте нас поддержали партнеры, которые будут полезны всем, кто планирует открыть свою кофейню. А именно, генеральный партнер проекта компания Victoria Arduino. Victoria Arduino производит топовые кофемашины, кофемолки для ресторанного бизнеса. А также партнерами проекта являются компания Poster, Green Milk, UDS, Kakar, Typhoon Roasters и VTS. Ссылки на всех партнеров находятся в описании. Обязательно загляните, а мы продолжаем. Теперь к акварингу. Зачем вот этот прибор нужен? Ответ предельно простой. Чтобы принимать платежи безналично. Сейчас вот по нашему опыту сети 60-65% людей предпочитают оплачивать либо картой, либо телефоном, либо часами. По себе могу сказать, у меня есть переходящие полторы тысячи рублей в месяц в месяц, которые я очень редко трачу. У меня 50 рублей лежит уже много лет. В общем, поэтому, если вы не хотите огромный объем гостей продинамить, это необходимо ставить. Как выбрать акваринг? Наверное, надо посмотреть на две вещи. Первая – это стоимость железа. Потому что, когда вы придете в банки и скажете, мне нужен акваринг, вам скажут одни, что надо заплатить три тысячи за этот терминал. Вторые скажут, мы вам просто поставим его бесплатно. А я Никита, мне бесплатно даю. Вторая вещь, на которую надо обратить внимание – это процент от транзакций. Потому что есть банки, которые берут два процента, есть, которые берут полтора, и кто берут два с половиной. То есть, сколько денег банк заберет от операции. На эти две вещи надо обратить внимание и, безусловно, понять, есть ли интеграция текущего акваринга с системой автоматизации, которую вы выбрали. И вот, если вы заранее этим вопросом не побеспокоились, то потом, когда вы выберете автоматизацию, возможно, вам заново придется пройти квест по замене аппарата. Чтобы не было сложностей в получении денег. Пробил там, да, попикал тут. То есть, там вы выбрали, здесь сразу появилось. В этом видео, как и в предыдущем, как и в предпредыдущем, мы разыграем подписку от постера на три месяца. Условия предельно просты. Необходимо подписаться на наш новый телеграм-канал, в описании будет ссылка, и написать свой ник в ютубе, в комментариях. И через неделю в телеграм-канале мы сделаем розыгрыш. И еще важный момент – если вы хотите не три месяца, а четыре месяца, есть такая возможность. Можно перейти по ссылке в описании, зарядиться в постере, и вы получите не 14 дней фри, а 30 дней. 30 дней фри. Теперь у нас на столе появилось несколько проводов, и мы сделаем демонстрацию связки оплаты на примере постер. Да. Что делать? У нас есть роутер. Так, есть паншет, на который я уже ставил постер. Ты запускаешь постер, и, как в прошлом видео, ты просто занимаешься поиском аквайлинга. Но для этого аквайлинга еще нужно подключить. В данный момент у нас верифон, соответственно, вот розетка. Сегодня есть аквайлинг, меня выдали от банка. Я включаю в розетку, провод, наверное, сюда, да? Да. Так, и получается питание, да? Да. Лодинг. Так, я захожу в постер, вхожу в свой аккаунт, нажимаю сюда, правильно? Да. Как и в прошлый раз, я выбираю устройство. Да. Он у меня видит фискальный регистратор, который я ранее подключал. А теперь он должен найти вот эту историю, правильно? Да. One time later. Сейчас читаю 13.46. Никит, пока мы ждем, с тебя не идут. О, есть. Фус. Пару минут он искал, нашел. Я нажимаю in pass, да? Я нажимаю. Читай, что там. Платежный терминал готов к работе. Значит, завершение подключения, посмотрите номер. Ну, я не хочу смотреть, просто хочу... Модель какая у тебя? Эквайлинга. Нет, и модель сначала выбери. Модель у меня VX720. Какая есть, прикинь? Терминал ID. Нет, посмотри, вот сюда. Тут просто потыкаем, вот наверху вот эта штука. А, вот этот уголок. Да, да. 2, 3, 2. Привязать. Устройство подключено. На самом деле так и есть. Устройство подключено. Что, все можно убить? Да. Давай, я подготовил телефон. Ты будешь платить? Да. Смотри, я выбрал борщ. Да. Оплатить. Выбираю карточкой. Да. 150 рублей. Возьмешь оплатить? Оплатить. Олл. Моментально, да, получается? Прислонять? Ну, да, конечно, прислоняй. Обмен данными. Да. Операция завершена. Типа, здесь все ок, да? Походу, списалось. Походу, списалось. И мы не стали подключать фискальный регистратор, если бы он был подключен, то из него бы вылез чек, правильно? Да, фискальный чек. Сколько по времени? Быстро? Быстро? Ты сам все подключил? Быстро, да. И не звонил в нашу техподдержку? Я не звонил, но ты вай-фай настроил. Давай скажем, как есть. Еще вай-фай сколько настраивается в минуту? 10-15? Ну да, 10-15 минут. И можно вам позвонить, если... Звоните нам всегда. Вот такое получилось видео, даже серия видео. Если вам было полезно и интересно, то лайк, подписка. И помните про розыгрыш трех месяцев от постера. И увидимся скоро. Пока-пока. Пока-пока. Тонкая шутка. Привет. Привет. Давай я делаю и ты привет расскажи. Да, привет. 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 Привет.